А ученые с нами работают, несмотря на маленькие гонорары, которые у нас. Некоторые, ну, прежде всего, академики, да, среди наших авторов немолодых академиков, они вообще говорят, не надо мне ничего. Ну, просто вот так помогают нашему журналу, дают статьи, интервью, и ничего за это не просит. Ну, я хочу сказать, что вот, к сожалению, умер недавно наш и автор, и друг журнала Валерий Анатольевич Рыбаков, академик. Это был ведущий космолог России. Ну, вот, скажем, из этого института, ядерых исследований, мы продолжаем работать с академиком Ткачевым. И там еще есть, скажем, Дмитрий Горбунов, есть ученик Рыбакова, уже старший сшим кором. Мы с ними тоже уже не раз работали и продолжим работать. Вот, и я знаю, куда я обращусь, он не откажет. Мы активно работаем с академиком Зеленым и с институтом космических исследований, с институтом астрономии РАН и его научным руководителем Шустовым Борисом Михайловичем Ченкором. Мы работаем с институтом всеобщей истории очень тесно. И, скажем, тема восьмого номера о культурах малых народов была подготовлена в тесной связке с этим институтом, в частности, с обществом интеллектуальной истории, которое при этом институте работает. И первый номер будущего года, уже главная тема готова, тоже нам помогут сделать всеобщей истории в лице вот этого общества, интеллектуальной истории. Это будет интереснейшая главная тема, образ чужого. Эта тема очень обширна. Мы выбрали подход, это вот как видели иностранцев, русские путешественники, дипломаты в 17-18-19 веке. Там, в частности, есть интереснейший материал, образ женщины в глазах русских путешественников и дипломатов в Италии, Германии, Франции, Англии в 17-18 веках. То есть русские реально купцы либо дворяне? Как наши люди воспринимали, видели и воспринимали женщин в тех странах. Еще один материал про иностранных гувернантов, гуверниор, но опять-таки глазами тех, кто их нанимал. Это взгляд из страны наружу, потому что тема другого, она предполагает и обратный взгляд на русских, на Россию. В России и тогда жило большое количество людей, ну, не русской национальности, сколько было и немцев, и шарванцев были, я уж не говорю про поляков, и куча народов, которые внутри России. В общем, в любом случае, это обширная тема. Ну, мы бы выбрали такой подход, ну, чтобы на чем-то остановиться, и вот эта тема была сделана тоже с участием наших друзей, коллег, да, по работе, потому что, в общем-то, в данном случае мы пропагандируем их на работе. Что-то они находили эти заметки, это же не выходили какие-то книги, да, это были какие-то заметки, записи дневниковые. Они все это искали, чтобы вот по этой теме сделать какую-то научную работу. А нам они дали вот тоже интересный материал. Я в любом случае просто хочу объяснить, что в нашем журнале много интересного оригинального именно за счет того, что мы в связке с учеными работаем. Игорь Александрович, я немножечко смущен и приятно изумлен тем охватом тем, которые у нас получаются по ходу нашего интервью. Очень приятно изумлен. Давайте все-таки немножечко перекручимся на политику. Вы, как общественный деятель, какое ваше видение на идеальную модель государственного устройства России? Вы, как участник демократического движения. Какие должны быть общественные институты, как должны быть представлены интересы тех или иных слоев российского общества? Ну, хотя бы два-три слова. Это очень непростая тема. У нас выстраивалась какая-то, я бы сказал, более-менее удовлетворимая модель, благодаря тем усилиям, которые Александр II приложил, и тем возможностям, и тем усилиям отдельных людей, которые были реализованы во второй половине XIX века. В первую очередь, это, конечно, земство, местное национальное управление. Где-то к концу века оно все-таки заработало более-менее эффективно. И были больницы земские, были школы земские, поддерживали учителей, поддерживали престарелых, были дома престарелых. Была благотворительность, скажем, народные дома, это в основном богатые люди их создавали. Причем какие? В Нижнем Новгороде театр, оперы и балеты – это бывший народный дом. В преднародном доме часто в крупном городе предполагался театр, значит, была сцена за кулисье. Были залы для тех, кто учился читать, были залы для тех, кто хотел какому-то ремеслу обучиться. Это все действовало. Конечно, в небольших населенных пунктах все это было скромнее. Там в основном это были какие-то домочитальные, но тоже бесплатные, где старались бороться с Неграмом. В основном это все держалось на благотворительности. Ход большевиков все сломал. Фактически тем, что было отменено. Там пошли советы народных депутатов. Советы народных депутатов, так скажем, если бы действительно власть была советская, по-настоящему советская, может быть, этого что-то выродилось бы, но в хорошее время я имею в виду. Но дело в том, что все-таки в главе всего стояла компартия, и она верховозила. И через какое-то короткое время советская колеса превратилась в предаток к компартии. Компартии большевиков, потом к компартии. И фактически исполком был вторичным рядом с горкомом, райкомом. Реального самоправления не было. Просто подтвердить, чем? Если у вас была какая-то инициатива, вы хотели организовать, скажем, какой-то клуб, вы не могли его организовать, не согласовав с полком, потому что если бы вы начали собираться где-то сами, через какое-то время пришли бы представители одной организации и сказали, чем вы тут занимаетесь, а кто вам позволил. Все инициативы должны были быть согласованы, проверены. Но в клуб самодеятельного ПЕС не вряд ли пришли обе власти, это чисто культурное явление. Был, имеется в виду, уже более поздний период. И то, когда немножко отпустили гайки, это уже фактически с приходом Горбачева, когда немножко ситуация упростилась в стране. Но в любом случае, и тогда, скажем, я думаю, все это было под присмотром. Что были люди, которые там как-то появлялись, как-то сообщали о том, какие настроения, какие песни поют и так далее. Да, песня самодеятельно существовала, и не спорю, это давние явления. Какие-то самодеятельные песни еще даже до войны появлялись, а уж в 50-60-х годах, да. Но в основном там это на кухне, или в записи это друг у друга переписывали, с магнитофонов. И то, я думаю, что какой-то присмотр был. Вот тогда ничего нельзя было пустить на самотелку, потому что просто были люди, которым надавали по шапке, и все выяснилось, что там где-то регулярно собираются любители песни, да еще поют какие-то антисоветские песни. В любом случае, я очень не обрадовался, когда после 91-го года, когда наша жизнь сменилась, в общем-то, стали развивать местное самоуправление. И оно худо-бедно развивалось, но проблема в чем. Помимо того, что имеются возможности, должны быть финансы. А для финансов должно быть соответствующее бюджетное обеспечение. Настоящий бюджетный федерализм предполагает не только выделение каких-то средств, достаточных регионам, но и финансовую базу для местного самоуправления. Есть американская система. Только я не хочу, чтобы меня тут считали каким-то большим любителям Америки. Я просто привожу как пример. У них три основных налога. На недвижимость, с продаж и с прибыли. Это самая надежная налог на недвижимость. Потому что если дела в этом месте, городке идут плохо, особой прибыли нет, покупок нет. А налог на недвижимость остается. Значит, вот эта налог на недвижимость поступает в местный бюджет. Каунтис. Это округа. Графство в Англии, а тут лучше переводить округа. Штаты живут с налога на продажи. И там вот где-то он 5% был, где-то себе, не знаю, как сейчас, но еще там лет 10-15. Сейчас, может быть, выше стало. Здесь тоже вот самостоятельность штатов проявляется в том, что они устанавливают свой налог. Но речь о чем? Вот вы видите какую-то вещь за 100 долларов. Вы идете в кассу. Если там налог 5%, вы платите 105. И вы знаете, что эти 5 пойдут в казну штата. Ну, если 7%, то 107. И есть налог на прибыль. Он самый такой сложный, потому что хуже времена, хуже прибыль. Он идет в федеральную казну. Это основные налоги, потому что есть какие-то дополнительные налоги. Это основные. Речь о чем? У местного суммоправления есть надежная налоговая база. Им есть на что работать. Поэтому, когда, все, в начале 90-х побывают в Америке, и там в маленьком городке Демойне, мне говорят, обеспечивая встречу с руководителем города, они выстрелили себе за прошедшие лет 8. Такой донтаун, маленький двухэтажный домешек одноэтажный. И вдруг такой донтаун. Он мне говорит, мы провели голосование, люди поддержали, и вот мы построили. Я не понимаю, я ему говорю, я еще не отошел от Советского Союза, как в 1994 год. Я говорю, ну вы просили у федеральной власти разрешение, или у губернатора штата, это Айова. Он говорит, зачем? Мы провели референдум. Жители поддержали, что мы на это деньги потратим. Мы построили. А жители, какой интерес, там магазины, зоны отдыха, причем там климат континентальный, а там все закрыто. И зимой, и летом, в жару, и в холод. Там можно раздеться, и гулять, и в кино, и в рестораны. Такая закрытая внешняя среда зона. Айова, насколько мне известно, это примерно широта Болгарии и Грузии. Посередине континента, и поэтому там такой суровый континентальный климат. Лето, а вдруг либо жара, либо как ветры, задует холодно летом. Вот такой же климат в Казахстане, когда я там целинным отрядом был. Жарко, вдруг набежали тучи, ветер, и надо одевать телогрейку. Они это сделали, жители это захотели, потому что они хотели приехать и отдыхать в свободное время, в комфортных условиях. Он говорит, провели референдум, жители поддержали. А я опять не подумал, а что, а зачем нам просить, жители поддержать. Просто мне трудно было понять, как это без разрешения. А они согласовались с жителями, на что тратят деньги. И тратят, потому что им уже никто из жителей не скажет, чего это вы строите. А вы у нас спросили. Ну, это вот пример просто того, что жители могут определять какие-то решения, выносить их, и эти решения будут исполняться власти, потому что от них, от жителей зависит. Ну, как-то мы непривучены были к этому. И главное, что у местного самоуправления не было нужных денег. Теперь фактически местное самоуправление, которое было по той конституции 1993 года, независимо от государственного власти, Кабана, вот было местное, и два уровня государственной власти. Его включили в состав этой вертикали. Я не знаю, как изменится ситуация с финансированием. Может быть, изменится, почему? Потому что все-таки теперь губернаторы отвечают больше за всю территорию. Но теперь не нужно спрашивать какие-то решения, мнения жителей. Вот что там решили наверху, здесь мы то стоим, здесь то. Деньги наши, регионы. Вот так их тратим и все. Лучше, хуже, в каких-то случаях может быть лучше, в каких-то хуже, трудно сказать. Но в любом случае, как-то это отдаляет жителей от власти, потому что те чиновники, которые живут рядом с ними, они зависят не от жителей, а от власти региона. Мне кажется, что все-таки это был не лучший вариант решения. Мы посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Но в любом случае, инициативу проявлять не надо. Потому что все равно, ну чего, проведем референдум. Но простите, в городе Новосибирск лет так 10 назад началось бурление мозгов. Решили создать новосибирский технопарк. Как хвастаются новосибирцы, это самый крутой технопарк на всю территорию русскоязычного пространства. Это от начала до конца инициатива местных ученых. Во-первых, мы не знаем, как все начиналось. Я просто не готов на тему говорить. Но я хочу сказать о другом. Вот смотрите, сейчас речь идет о том, чтобы отменить выборы мэров в тех немногих городах крупных, в которых они остались. Там у ЛОН и Дэй, еще какие-то города. Отменить только назначение. Мэр перестает зависеть от жителей. Он зависит от губернатора. Это хороший вариант или нет? Мне кажется, это не лучший вариант. Потому что чиновник смотрит наверх. Он смотрит не на жителей, а наверх. Да, я понимаю, что... Кстати, вот, пожалуйста, вам пример сейчас. Это какой он сгод? Хабаровск. Где там начались удовольствия в связи с тем, что им Дегтярева прислали. Жителей. Они там стали протестовать. Но сразу сказали, что это американцы их подзуживают. А может быть, им действительно хотелось своего, а не пришлого варианта. Американцы и все. Сами жители не могут. Но, с другой стороны, могут же быть у жителей какие-то желания, настроения? Нет. Я думаю, что это не лучший вариант. Все-таки мнение жителей надо учитывать. В Москве гибче. В Москве гибче. Хотя у нас тут сложная ситуация с тем, что у нас реально тут местного самоуправления не было и при Лужкове нет. Но у нас уровень федеральный Москвы. А районы не обладали тогда реальным суверенитетом. Ну, как органы местного самоуправления. У них и денег своих не было. А муниципальные депутаты вправе решать узкий круг вопросов, связанных с финансами. Озеленение там, какие-то вопросы, связанные с животными, выгул там собак и прочее. Ну, еще светофоры, дорожное движение. Светофоры, простите, нет. Нет, это дорожная служба Москвы. Вы что? Это единая система. Мне очень неловко. Мне кандидат в депутаты хвастался, что в круг компетенции его вопросов также идет контроль работы с укличного движения. Контроль – это совсем иное. Он может сказать, что этот светофор полохла работает и попросить дорожную службу изменить режим работы. Если он, скажем, долго горит, не нужно. Но сам он вообще не может отдавать таких указаний. Ну, вот я что хочу сказать. Когда я заговорил о местном соуправлении где-то еще в 90-х годах с одним довольно высокопоставленным московским чиновником, мне сказал, да вы что? У нас единое метро, у нас единая энергосистема, у нас единая транспортная система. Какое самоуправление? Вы что? Ну, вот районы Москвы. А я к тому времени… Ну, стоп, смотря что под этим подразумевать. Секундочку, секундочку. А я к тому времени побывал в Сан-Франциско. И обнаружил, что там его составляет ряд самостоятельных районов, округов. Каунтис, собственность Сан-Франциско, Сан-Мотео, Беркли и еще там какой-то. Суть не в этом. Суть в том, что это абсолютно самостоятельные. Каунтис, округа, а при этом метро единое, энергосистема единая. И я, удивившись, спросил, а как же вы решаете проблемы? Он говорит, что мы этими округами создаем структуры, которые отвечают за работу всего метро, всей системы энергообеспечения. Потому что они едины, и управление все единое, согласовывается все. Но при этом они сохраняют самостоятельность и платят за эту систему. В соответствии с тем, как она серьезно распространена в рамках этого Каунтис. Скажем, там метро заходит в Беркли, но основная его часть в Сан-Франциско. В соответствии, нагрузка финансовая, если его надо поддерживать, метро делится. Ну вот, где больше протяженность, там больше нагрузка финансовая. А руководство единое, потому что действительно нельзя, чтобы было разное руководство в какой-то сети, метро или энергосистеме. Я к тому, что в любом случае эти проблемы можно решать, но мы к этому не готовы. Но в любом случае я хочу вернуться к тому, что, наверное, все-таки нам необходимо нормальное местное управление, чтобы мы пусть не все вопросы, но многие какие-то вопросы решались, решались все-таки на местном уровне. Ну, маленький пример из истории Ясенева. В 1978 году было решено, что это Ясенево станет показательным районом для иностранцев, которые приедут на Олимпийские игры. Там предполагалось построить все удовольствия, которые необходимы. И спортивные залы, и бассейны, и куча магазинов. Вы на тот момент были аспирантом московского вуза или уже как-то вот... Я в Нее, я тогда работал в Нее, но жил уже в Ясенево. И мы там с радостью думали, что вот, там уже скоро, мы тут заимеем кучу удовольствий. Потом, значит, как-то стало странно, что... Но кинотеатр Ханой появился. Но кинотеатр Ханой появился, да. Но большинство магазинов в первых этажах жилых зданий. Аптеки, магазины. Потом спортзалы не строились, обещанные. И торговые центры не строились. Потом стало известно мне от моего знакомого, что возникли большие проблемы на строительстве олимпийских объектов. И было решено те лимиты, которые предназначались Ясенево, отдать на олимпийский объект. А что такое лимиты? Тогда все было лимитировано даже для госстроительства. Это лимиты на цемент, гравий, песок, арматуру. Короче говоря, не на что было это строительство вести, потому что все это уехало на олимпийский объект, а в первую очередь на Лужнике. И потом приняли решение, как показатель, на олимпийскую деревню. Но олимпийская деревня – это, так сказать, более компактное образование, где жили только вот тогда только спортсмены. Построили, потом въехали жильцы, где жили сами спортсмены. А там тоже были магазины, просто это гораздо компактнее территориальное образование, чем Ясенево. Вот, я к тому, что, пожалуйста, если бы мы были хозяевами своего района, мы, может быть, отстояли его, тогда вопрос был бы, да, а честь страны олимпийские объекты надо было закончить. Ну, в общем, тут я не готов сказать, что надо было отнять всего олимпийских объектов. Я не о том. Я о том, что в любом случае судьбу района решали не мы. И с нами никто не советовался, даже не объясняли. Я вот узнал об этом от человека, который работал в системе строительства, он мне это рассказал. Вот. В общем, еще раз говорю, местное соуправление и, конечно, обучение людей саморганизации. Потому что, скажем, что можно поставить заслуга американцам? Они въехали в дом новой многоквартирной, они сразу организовывают совет дома. Если много подъездов, совет подъезда, совет дома, они знают, что надо защищать свои интересы. Значит, от домовладельца, если этот дом владельца какого-то, они арендуют, от властей, если это раскупленные квартиры, но, так сказать, они живут вместе, значит, у них есть собственные интересы общие. Уборка, охрана и прочее, прочее, да? Работа канализации и прочее. Значит, если это дома на какой-то территории коттеджа, совет коттеджного района, они всегда этому уделяют внимание. Есть там неработающие жены, как правило, это для них нагрузка общественная и какое-то дело. И я был на заседании Совета Сан-Франциско, вот округа Сан-Франциско. Мне было очень интересно, когда выходили представители вот таких, или руководители представителей таких Советов, жаловались на плохую работу полиции, на плохую работу мусорщиков. И это было прямо на заседании Совета, и Совет сразу давал указания представителям соответствующих служб разобраться, главные полицейские города, как он там называется, не помню, да, он сразу фиксировал, и там потом разбирался. Вот прямая связь. Значит, в нашем доме и в соседних домах, я знаю, что долгие годы вообще никаких Советов не было, никто не хотел на это тратить время, и не только потому что лень, а потому что, ну, как-то, так были воспитаны, ну, еще, ну, соберемся, пойдем куда-то, а кто нас станет слушать? Вот. То бишь, это не только возможности, но это некая активность людей, для защиты собственных интересов по месту жительства. Люди должны понимать, что это важно, и должны знать, что их усилия обернутся каким-то результатом. То бишь, только тогда самоорганизация действительно будет полезна. Вот. Мне кажется, это то, что нам все-таки необходимо, для того, чтобы наложить нашу жизнь. Ну, и, конечно, чтобы появлялись нормальные партии, отражающие всю гамму интересов в обществе, потому что, мне кажется, что нынешние партии все-таки не до конца эту задачу решают, и больше они как-то все-таки ориентированы на власть. Выборная система с выборами нормальными, мне кажется, нам бы тоже не помешало. Хорошо, это прекрасно. Вы затрагивали вопросы экономики, если можно. Вот мы можем вспомнить таких, и Вы упоминали такое политическое мнение, как Союз правых сил, как у меня отложилось на камере, а также довелось ли Вам быть личным знакомым, например, с Явлинским, Болдыревым, Лукиным, Хакамадой, Немцовым? Явлинский, Болдырев и Лукин – это яблоко. Да. Союз правых сил – это тогда был Кириенко, Немцов, Гайдар, Хакамада. Она была там. Кого я там вообще забыл? Я, вот когда еще один этим занимался, это 92-й год, и в начале 93-го года, я пытался как-то наладить взаимоотношение лидеров партии с руководителями правительства. И тогда я организовал встречи. Руководитель правительства, напомните, пожалуйста, кто был руководителем правительства на тот момент? В 2-й год, когда Гайдар был, потом пришел... Бур, Бурец из этой жилоперы, да? Гайдар был, там он в рамке был Шахрай. Там Чубайс был. Ну, одним из замов был Шахрай, которому приписывается авторство текста Конституции. Вот, собственно, то, что вы упоминали, вашу работу над текстом Конституции Российской Федерации. Ну, значит, сейчас, это отдельная история. Там на Старой площади собирались лидеры партии, приходила и Хакамада, и, как это называлось тогда, партия предпринимательства. Я сейчас даже не помню этих точных названий. Ну, была такая, была. Да, Хакамада приходила, приходил, Жириновский приходил, Зюганов приходил, человек 9 приходило, которые представляли партии. И вошедшие тогда в Думу, в 90-м году еще не было Думы, которые тогда просто были... Верховный совет тогда еще был. Нет, тогда они еще не входили. Они вошли, ряд из них вошел в Думу по итогам выборов в 93-м году. Да, уже после октябрьских событий. Я им обеспечивал контакты, и они просто рассказывали, и Чубайс рассказывал про то, как будет идти приватизация, тогда еще только этот процесс начинался, и Гайдар им рассказывал. Так, надо вспоминать, потому что там и другие приходили. Насчет Шахрая я не помню. Это были такие контакты, которые призваны были наладить прямое взаимодействие. Потом, когда многие из них стали депутатами, как-то они уже получили нужный статус, чтобы просто звонить, встречаться, это уже как бы стало их личным делом. Тогда уже я как раз занялся общественной палатой конституционного совещания. Там ситуация такая, что был разный уровень работы. Конституционное совещание делало какие-то наработки, с ними там работали потом юристы. Так скажем, что текст Конституции вмешался в Шахрае, вмешался. И унесся раз поправок, на мой взгляд, не лучших, но которые, так скажем, хотел иметь Борис Николаевич, опасавшийся некоторых последствий. Там убрали лица президента, пометуя об опыте Рудского, убрали. Он же был вице-президентом, хотя не обязательно было, что следующий вице-президент будет такой проблемный. Ну, еще ряд положений он унес, но не в первые главы, а позже касающиеся полномочия президента, правительства. Так что, так скажем, он проложил свою руку. Говорить о том, что он написал эту конституцию, я думаю, неправильно. Но он приложил свою руку, в частности, по внесению этих поправок, которые, ну, мне кажется, потом создали проблемы. Они решали тактические проблемы, но создали проблемы стратегические. Это все очень субъективные моменты, но мое мнение таково. Сейчас особенно трудно об этом всем говорить. Сейчас настолько сильная поляризация в стране мнений, что вообще вылезать в политические темы сложно, а порой и опасно. Ну, хорошо. Я тогда ограничусь просто в рамках вашего представления, кто является самым крутым, компетентным в области российской экономики. Хотя бы из тех лиц, что я перечислил. Вот кто наиболее компетентный персонаж? То есть я говорю, дорогой Иван Иванович, как дела в российской экономике? Кому мы можем задать этот вопрос в рамках вашего представления? Я, например, по вопросам экономики обращаюсь и брал не раз интервью у Гринбека, Руслана Гринбека, член-корреспондента и научного руководителя Института экономики. Такой более академичный экономист. Академический. И академический, и академичный. Ну, потому что он занимается вопросами макроэкономики. Есть еще специалисты в каким-то узком направлении, называется микроэкономика. И по конкретным, по финансовым вопросам есть специалист. Ну, ряд тех, чем мне кажется серьезным, к сожалению, вошел в списки инагентов. Тогда его называть не надо. Да. Но в любом случае, для меня это не академик, на мой взгляд, фальшивый по экономике. Ну, я... Глазиев. А, Глазиев. Сергей Глазиев. Нет, я его мнению не доверяю. Я считаю его, его рекомендации и оценки считаю все-таки ошибочными. Я не специалист в экономике, но все-таки, мне кажется, это так. И его советы, я считаю, достаточно опасными. В рамках моих представлений такого человека я там столкнулся, когда попытался, ну, скажем так, хотя бы, ну, не решить какие-то вопросы в области экономики. Я все-таки, простите, я писатель, программист, кинематографист и не более чем. Общественно, поджимание, что не то. Но, собственно, я столкнулся с тем, что, дорогой Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а как наши дела в области экономики нашей страны? И я просто этот вопрос не знаю, кому я могу задать. Просто буквально так. Не знаю. Вот я как гражданин России говорю. Как наши дела? Я не знаю, кому этот вопрос можно задать. Сразу же возникают вопросы, вы абсолютно правы сказали, то ли это вопрос на уровне макроэкономики, то ли на уровне микроэкономики. Между тем, происходят очень интересные процессы, которые, с моей точки зрения, находятся вне компетенции какой-либо экономической школы. Я хочу сказать, что ряд экономистов, среди них те, которые попали в инагенты и те, которые не попали на мнение которых, мне кажется, заслуживают внимания, но вот Гринбек один из них. Они считают, что степень государственного расцветления в нашей экономике чрезмерна, потому что у нас слишком много государственной экономики. Но возврат к социализму. И при этом у нас естественно мало предприятий частных в сфере среднего и малого предпринимательства, предприятий, в первую очередь, которые производящие, речь не о ресторанчиках и магазинчиках, а речь о каких-то производствах. В этой сфере очень мало среднего и малого предпринимательства. А в экономических развитых странах они, в общем-то, производят значительную часть выпускаемой продукции, либо, как скажем, я знаю, на примере Боинга, они производят значительную часть комплектующих, что удешевляет производство, потому что у них они более гибкие, им проще перестраиваться, у них меньше этажей административных, и поэтому у них себестоимость комплектующих получается ниже. И когда Боинг, в качестве примера он не единственный, в качестве примера, говорю, когда Боинг ежегодно распределяет вот какие-то комплектующие на конкурсной основе, он это делает не для того, чтобы поддержать малой средней бизнеса, чтобы получить нужные комплектующие за меньшую плату. Естественно, контроль, авиация – это контроль, высочающий контроль, но все равно себестоимость снижается, а при этом вот куча таких предприятий вокруг него работает, создавая рабочие места, прибыль и так далее. и все это, в общем-то, за счет частной инициативы. В любом случае, я не знаю примеров, чтобы наши какие-то крупные предприятия были окружены вот большим количеством каких-то небольших частных предприятий, которые им обеспечивают комплектующие. я не слышал. Я бы интересовался насчет газа, скажем. Говорили, что там, да, есть предприятий частных, которые что-то доставляют, но... простите, но на ВАЗе это общеизвестно, что там делают все, что угодно на Волжском автомобильном заводе, разве что железную руду не выплавляют. Да. Это общеизвестно, там абсолютно любая механика развита. Да. Вот. В общем, может быть, поэтому так тяжело мы переходим с модели на модель, когда там, так сказать, годы нужны, да, а что значит выпускать новую модель, а там выпускают параллельно кучу моделей и быстро вводят новые, закрывая кетстары. Не знаю, автомобили, не знаю, самолеты, автомобили, самолетом сложнее, с автомобилем просто более простое производство, хотя тоже достаточно сложно, но все-таки попроще, там проще новые модели вводить. Вот. Сертификация проще. В общем, ну, так сказать, в разных производствах это имеет место. включая и производство какой-то окончательной продукции, когда предприятие производит что-то, что сразу можно продавать, либо это товары народного потребления, либо это, ну, какие-то, скажем, станки или еще что-то, что покупают уже предприятия. в общем, я хочу сказать, что, наверное, мне кажется, что это правильно. Слишком много государства, и я должен сказать, что об этом даже заикались некоторые высокопоставленные чиновники в правительстве. Как-то несколько раз я встречал такие упоминания, что да, вот как-то все-таки эту проблему стоило бы решить, но пока что это вот такие пожелания, которые ни во что не вылились. Хорошо. Так, 10 минут. Значит, теперь мы от экономики 5 минут, 5 минут. От экономики мы переходим к электронике. Как у вас соотносится электронная версия журнала с печатной? В частности, можно ли все материалы из печатной версии, они находятся в электронном виде, и можно ли к электронной версии вашего журнала оставлять какие-то комментарии, заметки, лайки ставить? то есть, грубо говоря, вся социальная электроника на современном уровне. Ну, у нас, естественно, есть электронная версия журнала. На сайте мы вывешиваем оглавление и 2-3 статьи в свободном доступе. Остальные статьи можно получить за деньги. Мы живем за счет продаж, мы можно даже сказать выживаем, и поэтому мы не можем просто отдавать журнал свободное пользование в электронной форме. 2-3 статьи, а дальше... лайкать, комментировать их можно? Значит, лайкнуть там... Или хотя бы в социальных сетях, которые выставлены? Секундочку, значит, что касается комментариев, у нас, к сожалению, нету возможности нанять отдельного сотрудника, который занимался сайтом. Имеется в виду ведение сайта, не... там размещение, чисто технический вопрос решается. Там проблема с другим. Если мы даем возможность людям оставлять комментарии, надо регулярно отслеживать. Это должен быть человек, который постоянно этим занят. Почему? Потому что там могут быть такие комментарии, в лучшем случае мат. Это тоже могут наказать. В лучшем случае какие-то те комментарии или вообще там выступления, которые сейчас уже подпадают под уголовное преследование. Значит, вот поскольку мы не можем оперативно их отслеживать и снимать, такой возможности мы там не предусмотрели. Вернее, она предусмотрена, мы ее не включаем. Если реализуется в некоторой надежде, что у нас будет некоторое улучшение финансовое, то тогда, конечно, одно из первых это усиление работы в электронной сфере и в мобильных сетях, где мы пока что слабо присутствуем, но за счет приема новых сотрудников, которые в этом разбираются и которые будут этим заниматься регулярно. Значит, в соцсетях у нас была очень популярная страница в Фейсбуке, там, ну, там было где-то под 15 тысяч пользователей. Конечно, для наших блогеров популярных около миллиона это смешно, но для научно-популярного журнала это было немало. И там, естественно, там проще было. Я там постоянно дома смотрел и были какие-то какие-то иногда такие выступления, я их снимал. Ну, я не скажу, что часто, но бывали. Но вот когда начались проблемы с Фейсбуком, пришлось там прекратить работу, и сейчас мы ВКонтакте опять завоевываем популярность. потому что сейчас там я не помню точно, но где-то под тысячу только, под тысячу вместо тех 15 под тысячу мы, так сказать, только людей приучиваем. Мы там публикуем и тоже отдельные статьи и оглавления, и мы туда работаем как агрегатор, интересные новости с других сайтов туда тоже передаем, что человек, который интересуется, не бегал по сайтам, открыв нас увидел все то, что интересное, что было сообщено на других сайтах. Там другие сайты есть, которые ну просто среди новостей вдруг появляются на ленте, появляется вдруг там новость какая-то. Но мы ее к нам скидываем, указывая, что это с лентой, там еще есть сайтов. Так что люди, которые интересуются, просто могут открывая нашу эту страничку ВКонтакте сразу видеть, что интересное есть в одном месте. Ну и естественно наш журнал, естественно, там какие-то комментарии есть, разные, иногда по делу, иногда не по делу, но в любом случае это проще контролировать, поэтому там милости просим оставлять комментарии, желательно только нематерные и не те, за которые преследование уголовное может последовать. Ну и последний вопрос. На календаре 2022 год ваш покорный слуга, интервьюер, представляет российскую междисциплинарную естественно научную школу, я посчитал сколько лично, у меня работ на academia.edu, я там печатаю только науку, их там 59, а скоро появится еще одна, то есть будет в общей сложности их 60, кстати, на консультацию рекомендую ресурс academia.edu, в известной степени даже могу поринководовать традиционный дзен яндекс.ру, поскольку он несколько более популярный. Ну и вот мы хвастаемся многое чем, хвастаемся тем, что мы как представители науки естественные, идут в сферу гуманитарных наук, в результате нас как-то более-менее, менее-более понимают и те, и другие, ну и мы делаем громкое заявление о том, что маршруты плавания Колумба-Магеллана, они подвержены сомнению. И особенно громко это может прозвучать сейчас, когда еще не закончился 2022 год, когда еще можно как-то его привязать к 500-летию с момента возвращения спутников Магеллана. Ну вот, собственно, ваши отношения к вот этой российской межрисплинарной системноучной школе, я могу сказать в порядке хвастовства, что по итогам выхода в свет «Рыцаря гипербореи», это, собственно, книжка моего авторства, Александр Михайлович Жабинский, наш художник, который изобрел синусоиду Жабинского, он воскликнул, так, Владислав, по мотивам ваших «Рыцаря гипербореи» можно писать учебник истории. Он взял, собственно, ваше мнение об этих событиях, об этих достижениях, то, чем мы хвастаемся. Ну, я приветствую самые разные исследования, если они, в общем-то, имеют какую-то научную основу и производятся людьми, которые понимают, что они делают, да, на самом деле, понимают. Ну, вы знаете, что бывают его интересы, или бывают люди, которые, ну, явно, из каких-то ложных позиций начинают какие-то работы. Ну, мне кажется, что здесь не такой случай, так что я только могу это приветствовать и радоваться тем, что есть какие-то первые успехи. Ну, а насчет того, что вы уже установили по поводу маршрута Магеллана, это уже установлено? Ну, это более вероятно. Дело все в том, что тут все частично методы естественных наук, которые просто проверяли скорость его перемещения, частично, благодаря математической логике, которая четко сопоставляла содержание источников, которые даются в качестве документального повествования Магеллана, там содержится заведомо фантастические вещи, вы все-таки писали фантастику, вы работали с фантастикой, то есть, если писатель-фантаст пишет фантастику, он говорит аллегорически, да, это аллегория, это понятно, но он абсолютно снимает с себя ответственность по вопросу документальности повествования, то есть, он говорит, стоп, ребята, мое повествование гарантировано недокументально, вот то же самое произошло с дневниками Пегафета Магеллана, то же самое, один к одному. Я думаю, что в любом случае внесение каких-то уточнений или вообще даже, так сказать, других сведений, которые, ну, подтверждено, что они более точные и на самом деле они правильные, мне кажется, это на пользу, на пользу и человечеству, и конкретно в данном случае это история, это в истории вклад. Я только могу радоваться за достигнутые успехи. Игорь Александрович, на этом большое спасибо. Вы тянетесь к вашему телефону, вы хотите звонить. Большое спасибо за интервью. Я гашу камеру. Продолжение следует...